Друзья, всем привет, доброго дня! Ну вот, наконец-то наступил тот момент, он переломный. Мне кажется, его еще на банковые не ощущают, но он настал. Настал момент расплаты Зеленского за его пафосность, регулизм, непрофессионализм и необразованность. Вот это вот отношение к людям, как к своим слугам, к прислуге даже, я бы так сказал, что сыграло с Владимиром Александровичем злую шутку, а через него сыграло злую шутку со всеми нами, что это наша проблема. Мы ее избрали, и теперь этот человек, по сути дела, олицетворяет в себе Украину в общении с нашими международными партнерами. И он их задолбал. Задолбал тем, что вести с ним нормальный диалог невозможно. Все его обещания. Я вам говорил об этом многие годы уже, даже не месяцы, годы. Все его обещания являются ложью, а основная его цель – это сохранение власти, аплодисментов и денег. Вот всего, чего он любит. И ради этого он готов на все. То есть, мышление КВНщика, оно же однорепризно. То есть, когда ты вот пошутил, шутка закончилась, и можно к ней больше не возвращаться. То есть, нет процесса, за который ты отвечаешь. Постоянство. Да, поэтому и обещания он дает точно так же, и гарантию дает точно так же, и поступает с людьми, он точно так же. Кидает. Вот сыграл он реприску, пообещал что-нибудь и забыл сразу про это. Но чего стоит только тот факт, что, например, в офисе президента проходит целое совещание, посвященное тому, как симулировать выполнение требований Госдепартамента США по борьбе с коррупцией, замене окружения. И как симулировать перед Европейской комиссией восстановление свободы слова, обеспечение конституционных прав граждан и все остальное. То есть, они серьезно, на полном серьезе встречаются, садятся за стол длинный в кабинете Зеленского и говорят, как нам наебать с наших партнеров, чтобы они нам дальше давали деньги и не вмешивались в систему управления государством. На фоне этого, еще одна интересная деталь, о которой не стоит забывать, в офисе президента же прошла еще и встреча с журналистами, на которой Зеленский, избранные журналисты, на которой Зеленский попросил их меньше писать и говорить про коррупцию в офисе президента. То есть, вместо борьбы с коррупцией, просьба к журналистам про нее не писать. Давайте сделаем вид, что этого ничего нет. А все почему? А потому что же в Украину перебыла Пенни Притцкер, которая является спецуполномоченным США по контролю над финансовой поддержкой, которую оказывают Госдепартаменты Соединенных Штатов Америки, бюджет США, Украины. Она приехала и сразу же отправилась на встречу к Зеленскому. И Шмыгалю, кстати, на которой сообщила о том, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку и видят перспективы Украины в сельском хозяйстве, металлургии, энергетике и переработке. Ну, то есть, я ничего здесь не вижу, ни высокотехнологичного, ни прорывного, ни перспективного. Я вижу только то, что будет эксплуатироваться дальше, то, что эксплуатировалось до сегодняшнего дня. Ну, это раньше были олигархи, сейчас будут транснациональные корпорации, потому что Притцкер на этой встрече заявила о необходимости обеспечить комфортные условия для американских инвестиций, читая возможность скупить те активы, которые будут национализированы у украинских олигархов. Ну, и что еще там осталось в собственности государства. Но это не самое интересное. Если хотите, мы можем отдельно по этому поговорить, о том, каким будет здесь американское влияние после войны. А было интересно, на мой взгляд, другое. То, что Притцкер приехал с конкретным, уже он пейпер, есть такой формат передачи дипломатической информации, перечнем требований, которые нужно выполнить Зеленскому для того, чтобы получать деньги. Американцы прекрасно научились, ну, они до Зеленского сталкивались с такой ситуацией, но при нем она была возведена в абсолют. То есть, наебка следует сразу же за обещанием. То есть, пообещал и тут же кинул. Впервые Владимиру Александровичу удалось это сделать во время первой встречи с Байденом в сентябре 2021 года, когда он ему пообещал борьбу с коррупцией, отставку Ермака Татарова. Тогда же он ему пообещал справедливый конкурс на определение главы специализированной анекоррупционной прокуратуры. Помните, который Ермак через Татарова блокировал в Верховной Раде, не давал сформировать комиссию, не давал сформировать комиссию так, чтобы там было преимущество международника в этой комиссии. В сентябре 2021 года. После чего сразу же, ну, он приехал, пообещал, получил 750 миллионов долларов от МВФ, под обещание, и тут же кинул. И тут же кинул. После чего в американской прессе, просто так я видел, как накатывает волна вот этих все публикаций, про Кирилла Тимошенко, про большую стройку, про необразованного клоуна. Все это было. Просто война дала Зеленскому еще один шанс. Не врать и не наебывать. Украинцев это ладно, да, но наших международных партнеров, как минимум, да, но и он и этот шанс тратил. То есть, если в начале войны героический подвиг украинского народа, остановившего Российскую армию, отбросивший ее от Киева, освободивших потом Харьковскую область, Херсонскую область, Николаевскую область, частично Запорожскую область, проведя защиту Бахмута, это ведь не Зеленский делал. Они с Ермаком могут только красиво ходить в камуфляже по офису. Из туалета в кабинет, из кабинета в туалет, заслушивая доклады о том, кто сколько спиздил и сколько занялся. У него была эта возможность, пока героический подвиг народ отдавал ему вот этот вот пьедестал, с которым он выезжал на международное собрание, выступал перед парламентами, да, его слушали, и Украина получала возможность содержать себя и поддерживать контрнаступление. Вот сейчас от него устали. Вот я явно вижу, что усталость заключается в Европе и в Штатах не от Украины, не от войны, не от необходимости нас поддерживать, а от того, что олицетворяют собой Украину, вот эти вот, ну не обижайтесь, да, регули. Люди, которые, ну вчера были в подворотне, там стреляли сигарету еще, и потом стали вдруг внезапным президентом, и окружение вот это все, которые считают, что она самая умная, самая хитрая, самая вот такая пропетляющая, что всех они в рот ей это самое, ну и так далее. И они всех наебут, кинут и будут на коне. А уже так не получится. Поэтому Притскер приехала в Киев с конкретным перечнем действий власти. Чего Зеленский сейчас так мельтешит? Откуда вот эти совещания с журналистами не пишите про коррупцию? Потому что мы приехали и сказали, смотри, любой коррупционный скандал и никаких денег не будет. Вот громкий коррупционный скандал и денег не будет. Но побороть коррупцию он не может. Сейчас мы вернемся к вопросу, почему. Поэтому пытается заткнуть всем рот. Вот преследование Александра Дубинского, которое осуществляет ручное ДБР, генерал тяжелого люкса, я его называю Сухачев, посмотрите про него видео, вчера я записал про то, как его жена выгуливает квартиру в центре Киева, выпьет шампанского в воскресенье, преследует меня за то, что я критикую и говорю правду о том, что происходит. Они всех записывают агенты Кремля, всех, кто их критикует, они всем открывают уголовные дела, кто их критикует. Но он не умеет по-другому, потому что иначе ему нужно, возвращаясь к вопросу, избавиться от своего токсичного окружения. Я уверен, что Притцкер приехал и сказал ему, вот с чем он ездит туда. Он приезжает и говорит, я не могу, вы поймите, я без Ермачка, без Татарова, без Смирнова, но я не могу, я не смогу удержать страну, мне же нужно все вот так вот. Мы же в войне, с нами такой враг, мы они, ребята, надежные, они были со мной, они не сбежали. И тебе говорят, хорошо, окей. Ну, мы бы хотели всех их удалить, ну, 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 прям, вот эти с прищепками на носу, я здесь не беру, завариваю, это омерзительный запах, это, да, это омерзительный. То есть, когда бомж заходит в трамвай, там, где едут приличные люди, и начинают просить денег, все, конечно, входят в какое-то положение, но быстрее пошел. Вот отношение к Зеленскому именно такое, к его окружению. Они, ну, они все зашкваренные, погрязшие в коррупции абсолютно, да, там, невменяемые, необразованные, не понимающие себя вести в приличном обществе, да, все старые говорят, ну, да, помочь Украине надо, помочь украинскому народу надо, помочь в борьбе с Россией надо, защитить европейские принципы надо, ну, блядь, ну, с кем мы имели дело. И ему об этом говорят. Говорят, ребята, без них немало. Да, вонючие, да, бомжи, да, воруют, что вот сахар отвернулся со стола, уже спиздят. Но без них немало. Говорят, хорошо, ну, давай тогда, смотри, мы даем тебе карт-бланш, пока оставят на какое-то время, но без коррупции. И я, казалось бы, думал, что вот сейчас он выйдет, скажет, ну, ладно, смотри, раз без коррупции, раз на кону стоит, это же судьба страны. То есть это же не стоит на кону, там, его квартира в Лондоне или его квартира в Италии, или вилла, да, которую он, кстати, не продал, чтобы помочь засолу, помните? То есть пусть продаст, поможет и засолу. Что-то пока не увидел, чтобы он продал. Но на это ни на кону не стоит. На кону стоит судьба страны. То есть воровство угрожает судьбе страны и угрожает нашей победе в войне. Возможность сохранить суверенитет, независимость, европейскую перспективу. И вместо того, чтобы взвесить это и принять решение в пользу страны, он принимает решение в пользу Ермака. И я, давайте Ермачка сохраню. Хорошо, давай, обойтись без коррупции. Но вместо того, чтобы вот эту, как бы, историю как-то перестроить, перестроить, поменять, всех как бы как-то там переформатировать, дать другие поручения. Он просто зовет журналистов и говорит, не пишите про коррупцию. Иначе Ермачку пиздец. В этой связи, понятное дело, журналистам надо писать про коррупцию. Потому что про коррупцию в Украине они пишут для нас. В первую очередь, чтобы мы знали, кто нами управляет, абсолютно эти бесчестные, циничные, моральные люди. Раз. А американцы про коррупцию знают и без нас, и без журналистов. Потому что через них все эти бабки проходят, да, пролетают. Или все через них. Они все это видят. Как спецслужбы, как контрактеры. Вот все это у них в руках. И вот я уверен, что Притцкер приехал и говорит, смотри, вот у тебя есть срок. Мы тебе выделим первую сумму за это, вторую сумму за это. То есть, есть конкретный перечень действий, которые Зеленскому надо предпринять, для того, чтобы деньги, необходимые для победы, для выживания страны, получить. И он сейчас, я уверен, что он сейчас делает все. Вот они сейчас проводят совещание не для того, чтобы выполнить эти требования, найти подход. А он делает все, чтобы это не делать. Придумать, как саботировать требования тех, кто нас сегодня содержит. Я не говорю, хорошо это или плохо. Мы сейчас не про это. А тех, кто нас сегодня содержит, у них есть какие-то требования. Ребята, не пиздите наши деньги, пожалуйста. Он говорит, не можем, привыкли, да? Он говорит, ну ты охуел? Ничего не перепутал? Он говорит, звонок другу. Андрей Борисович, что будем делать? И вот они сидят, рядят, там, думают, как это все дальше крутить, вертеть, чтобы все было, как они привыкли. Им давали дальше деньги, и они при этом были хозяевами в стране, контролируя и бабки, и медиа, и олигархов, и парламент. Они говорят, ребята, у вас, ну вы, мы уже вам дали такую возможность, вы ее проебли. Теперь вам денег не дадим. Ну, либо дадим не вам. И вот ключевая дилемма, которая стоит перед Владимиром Александровичем, стоит сегодня в том, чтобы убрать свое окружение, определить честных, принципиальных, понятных нашим партнерам, ладно, хер с ним, честных вычеркнем, понятных нашим партнерам, менеджерам, которые будут заниматься правоохранительной системой, судебной системой, кабинетом министров, процессом получения инвестиций на восстановление, национальным банком, госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, парламентом, всем вот этим, должны заниматься понятные американцам и европейцам люди, с которых можно будет спросить за украденные деньги. А Владимир Александрович говорит, не, 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 это все буду я, я отвечаю, мы ничего не украдем. Ну, наебавший четырежды, он хочет сделать это еще и пятый раз. Не получится. Вот я вижу, что не получится. И вот подобного рода приезды, смотрящих за бабками налогоплательщиков США, ну, в принципе, кто такая? Ревизор, который встречается с президентом. Понимаете, вот президенту воюющей страны приезжает ревизор, говорит, смотри, вот, 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 вот. Как ты это объяснишь? Говорит, это не мы. Это, не знаю, даже кто. Даже кто это? Кто это? Кто? Вот я все время задаю вопрос, кто это? Да, то есть, ну, кто? И мы на большинстве, мы на вот этих всех, Сухачевых, Татаровых, Смирновых, все, он, он, все, там нигде нет никого другого. Все в ручном режиме назначено, все, максимальная эффективность определяется максимальная лояльность. Везде он. Нельзя сказать, что это не я спиздил, это вот кто-то. Не так не бывает. Поэтому у него очень простой путь. Вот смотрите, ему сейчас поставлено на вид следующее. Вот у тебя сроки, и ревизор приехал для этого. Ну, раз так не доходит, там, когда они ему говорят, там, намекают об этом, делают какие-то пасы через прессу. А вот историю про Татарова, которой, Рейтер публикует расследование про коррупцию, заместителя главного президента Татарова, в момент, когда Зеленский сходит с трапа в самолеты в Вашингтоне, в Нью-Йорке. Не дошло. Но уже прислали ревизора с бумажкой, вот смотри, читай. Читать умеешь? Читай. Не суфлер, но попробуй. И он должен это сделать. А если он это не сделает, то все будет очень просто выглядеть. Значит, нагнетание информационное, нагнетание внутри информационное кого бы он не обзывал сейчас агентами Кремля, кто его критикует, но уже тоже не получается. Ну, потому что все понимают, что он врет. Нагло, цинично врет, продолжая воровать. И поход на выборы. Поход на выборы, на котором он пролетает. Вот за этим, пролетает. Потому что, когда будет включена машина информационного сопровождения, когда будут включены все соцсети, которые моделируются нашими партнерами, и там, где вот этот депрезидент будет иметь 300 просмотров, а какой-нибудь запрезидент будет иметь миллион просмотров. И все, они его занулят. За воровство. После чего последует изменение власти, преследование уголовного окружения, и, возможно, его самого, ну, может быть, его лично и отпустят. Ну, как символ украинского сопротивления, ладно. Саакашвили. Ну, да, случилось то, что случилось, но спустя через, сколько лет? Через 15. Да, вот, через 15. Он попал в тюрьму в Грузии через 15 лет. Ну, это значит, молодой. Ему еще, собственно, это тоже придется на себе пройти, посмотреть и ощутить. Я думаю так. Так что, друзья, вот у нас, вот я всю жизнь же был, да, вы знаете, человеком, который говорил, что нужно суверенитет, нужно внутренняя система. Вот я сейчас смотрю на вот это, то, что сейчас, как это развивается и как это выглядит. Да, к сожалению, без вмешательства иностранных партнеров, которые будут здесь, вот эта за шкирку этого котенка, обоссавшего половик тыкать мордой, ничего не получится. Ну, вот реально ничего. Ну, или русские будут здесь, киевые. Нам это надо, нам это не надо. Поэтому тыкайте, тыкайте, блядь, потому что по-другому не доходит. Подписывайтесь на канал Дубинский в Ютубе, Дубинский проф, в Телеграме, Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, в ТикТоке. Здесь все ради Украины, все ради правды. Будьте здорова. Ради правды. Ради правды. Будьте здоровы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова